Убийство Бориса Немцова После камеры наблюдения в 23 часа 31 минуту 12 секунд Немцов еще жив и идет по мосту со спутницей. В 23 часа 31 минуту и 16 секунд убийца выбегает на дорогу и садится в подъехавший белый автомобиль. Получается, что на то, чтобы совершить 6 выстрелов, из которых 4 попадут в цель и выбежать на дорогу преступнику потребовалось всего 4 секунды. При этом боевая скорострельность пистолета Макарова 30 выстрелов в минуту. Но это именно боевая скорострельность. Технически пистолет Макарова может производить выстрелы быстрее. Но это если стреляли из пистолета Макарова. Если же это был переделанный под стрельбу боевыми патронами травматический пистолет, то скорость стрельбы должна быть еще медленнее. А ведь еще нужно пройти некоторое расстояние. Диагональ уборочной машины около 10 метров. Скорость движения примерно 1,6 метров в секунду. За те 3 секунды, которые машина закрывала место убийства, она проехала около 5 метров. По официальной версии, убийца поднялся по ступенькам лестницы с набережной, прошел мимо, обернулся, выстрелил и убежал. И все это за 4 секунды на отрезке длиной 5 метров. Попробуйте провести эксперимент и проверить, получится ли у вас такой маневр. Только не берите с собой боевой пистолет, пожалуйста. Странность вторая. Машина коммунальных служб. Для убийцы машина коммунальных служб появилась очень удачно. Как говорится, в нужное время, в нужном месте. На видеозаписи не видно, как на мосту появляется убийца. И не видно самого убийства. Получается, что движение уборочной машины точно совпало с тем моментом, когда пара Немцов и Дурицкая оказались около лестницы с набережной, по которой поднялся убийца. Совпадение? Или убийца не поднимался по лестнице, а перемещался на уборочной машине? Даже в эти совпадения верится с трудом, но теоретически они возможны. Однако есть еще одно совпадение, про которое мало кто говорит. Когда убийца садится в автомобиль белого цвета, видно, что других автомобилей по ходу движения на мосту нет. И нет риска попасть в объективы видеорегистраторов. В это время горел красный сигнал светофора? Опять удачное совпадение или это что-то другое? Кстати, по данным телеканала «Россия-24», водитель уборочной машины не вышел на работу на следующий день и не выходит на связь. Сам автомобиль разыскать удалось. Странность третья. Положение трупа. К моменту осмотра медиками труп Немцова лежит на спине. Это хорошо видно на фото. По официальной версии следствия, четыре пули попали в спину. С учетом сумасшедшей скорости стрельбы Немцов получил четыре пули в спину в течение двух-трех секунд. Представьте себе четыре быстрых и очень сильных толчка в спину. Труп должен лежать на животе, но никак не на спине. Странность четвертая. Отсутствие крови. Немцов получил ранение в голову через шею, ранение в сердце, в печень, желудок и легкие. Четыре пули попали в тело. На спине три входных отверстия, на животе два выходных. Одна из пуль попала в голову, пройдя через шею. Официально заявляется, что смерть наступила через две минуты. За минуту сердце человека прокачивает шесть литров крови. Но на фотографиях с места трагедии нет обильного количества крови. При этом мост имеет заметный уклон, и кровь должна была бы стекать вниз. Странность пятая. Несоответствие входных и выходных пулевых отверстий условиям стрельбы. Входное отверстие под цифрой 1 находится с правой границы проекции поясничного позвонка 2. Входные отверстия 2 и 3 расположены по задней подмышечной линии в пересечении с 9 и 11 ребрами. Выходных отверстий всего 2, и оба они расположены симметрично, на пересечении линии, проведенной через середину ключицы и 9 ребрами с обеих сторон. Вторая и третья входные пули были выпущены из одной позиции стрелка, так как находятся рядом и, как следует из хронологии событий, восстановленной по видеозаписи, стрелок выпустил их в течение 4 секунд. Оба отверстия находятся в проекции ребер, но ни на одном из фото мы не видим раздробленных деформированных участков грудной клетки, а также гематом. Кроме того, для этих двух пуль, выпущенных в одинаковых баллистических условиях, есть только одно выходное отверстие под номером 1. Чуть ниже – проекции желудка, как на картинке. Входное отверстие 1 соответствует выходному отверстию 2 и проходит через сосудистый пучок печени и саму печень. Входные 2 и 3 проходят через нижнюю долю левого легкого и селезенку. Ранение печени смертельное. Смерть наступит в течение нескольких минут, так как задет сосудистый пучок. Ранение легких не смертельное. Ранение селезенки по наружной касательной не смертельное, если не задет сосудистый пучок, а он в отношении селезенки, скорее всего, не задет. Первое входное задевает почку и, судя по углу входа и выхода, проходит мимо нижней полой вены – одному из крупнейших сосудов человеческого тела. Одна из пуль застряла в теле. В списке поврежденных органов фигурирует сердце. Как видно из расположения пуль и топографических атласов, все траектории пуль проходят достаточно далеко от сердца. Хотя, чисто теоретически, одна из пуль могла быть со смещенным центром тяжести. Этим может объясняться как раз тот факт, что использовались пули разных заводов. Анализируя входные и выходные отверстия, если отбросить версию с пулей со смещенным центром тяжести, получается, что либо было два стрелка, стрелявших с разных позиций, либо пули вошли в политика при совершенно иных обстоятельствах. Была еще и четвертая пуля, попавшая в голову через шею. Это было бы возможным, если бы политик лежал на животе, и его добивали бы этим выстрелом. Следов попадания в голову на фото нигде нет. Странность шестая. На одежде нет пулевых отверстий. Просто посмотрите на фото. Комментарии тут излишни. Странность седьмая. Свидетельница. При разборе всех странных обстоятельств убийства Бориса Немцова остается совершенно непонятным тот факт, что убийца оставил в живых опасного свидетеля. Произведя шесть выстрелов из пистолета, он даже не попытался устранить того, кто мог видеть его лицо и номер автомобиля, на котором он скрылся. При этом Дурицкая отказалась давать показания на полиграфе и частично потеряла память. Трактовка приведенных выше странностей может быть ошибочна. Факты и предположения в итоге могут оказаться ложными. Возможно, кому-то эти материалы помогут установить истину, или кто-то сможет дополнить наши предположения и домыслы неизвестными пока фактами. Наберитесь терпения и попробуйте понять, что следствие работает с очень непростым делом, а сложные дела, как правило, не имеют простых решений. Меня зовут Руслан Асташко, и я главный редактор портала политраша.ком. Свои мысли, версии об этом убийстве вы можете присылать мне на почту руслан-собака-политраша.ком или найдите меня в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук или Твиттер. А если у вас есть данные для следствия, или вы являетесь непосредственным свидетелем этих событий, то рекомендую позвонить в Следственный комитет по телефону 8 800 100 12 60 или 8 495 690 25 28. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!